В общем, вы услышали уже о венской жизни, теперь мы с вами пропустим тот самый вот палеозой, который был справа, куда перешли венские организмы, да, с такой щелью 10-15 лет. И это почти тайно. И перенесемся с вами в мезозойское время, это эра средней жизни, как в народе называют вверх динозавров, вот когда Голдриасовый период, Юрский период и Мелый период, Юрский и Мелый период, это как раз когда царствовали динозавры. Вот, динозавры это интересно, а если они строили гнезда, откладывали яйца в гнезда, охраняли их, может быть даже выкармливали детенышей в гнезде, то это уже в крайне интересно, да. Вот, потому что это уже живая палеонтология. Начиналась палеонтология с того, что находили кости, отдельные раковины, зубы, и пределом мечтания было восстановить облик животного. А тут мы с вами уже говорим о тонкостях поведения животных, которые вымерли, там скажем, 180 миллионов лет назад. Вот, как они вели себя в гнезда. Но, то, что очень интересно, здесь есть одна проблема и опасность. Это привлекает часто интерес журналистов, а в наше время и блогеров. И они разные люди по своей мере ответственности за то, что они передают, и поэтому возникает часто испорченный телефон, возникает масса всевозможных фантазий. В какой-то мере это хорошо, но иногда это, как говорят англичане, too much, да, то есть это слишком, когда уже теряется всякое ощущение истины. И вот, по сути дела, мы давайте с вами и разберемся, что в тех фантазиях, которые наполняют интернет в виде слов и картинок, их огромное количество фантазий художников, что в них правда, а что нет. Потому что все-таки наука, по своей сути, стремится к правдивости, да, может быть очень интересно, популярно, но все-таки правдивость. Должна быть, иначе просто исчезнет из науки, ее ссорит вся. Вообще мы так устроены, что мы как-то где-то инстинктивно стремимся к правде, правдивости, справедливости. Ну, не всегда получается в жизни, а все-таки наука пытается как-то это сохранить. Значит, началось все еще в XIX веке нашли во Франции. Первые яйца динозавров, тогда еще не поняли, что они потом пошли. Монголия, Китай, Северная Америка. И, в общем-то, вот, но я буду отходить иногда, будет слышно. А вот видите, здесь у нас это позднее мел, это нижнее мел, это меловое время. Вот общее количество, видите, теперь находок за последние 30 лет, которые существуют в мире. Это скорлупа, яйца, гнезд динозавров, очень много. Неизвестно только в Австралии, это, в общем-то, нет ничего. И в Африке. Ну, это такой момент, связанный с особенностями захоронения. В юрское время также уже много местонахождений, хотя и меньше. А в Африасе совсем их нет. Но это особый вопрос. Возможно, тогда не было скорлупы. То есть, если яйца не покрыта скорлупой, которая откладывается в животные, то мы не будем о них ничего знать, ничего не останется. Ну, вот, если, собственно, сначала, когда появились первые находки, это была просто такая, ну, как бы, воодушевленность. Динозавры откладывали яйца, вот, в общем, интересно, замечательно. Ну, а, собственно, что им делать-то было? Все рептили откладывают яйца единично. Есть живородящие, отдельная группа возникает. Ну, в целом, все откладывают птицы, откладывают яйца. И, видите, разнообразие яиц достаточно большое. Да, вот, есть, многое оказывается, круглые такие яйца, овальные, да, и удлиненные. Такие удлиненные яйца не откладывает сейчас никто. Ни птицы, ни крокодилы. Птицы откладывают другие яйца, да, вот, более нам привычные, с явной асимметрией полюсов. Мы их так называем, в заводке называют яйцевидная форма, вот, и бывает, грушевидная форма. Но, напротив, такие яйца не откладывали динозавры. Во всяком случае, мы ничего подобного не знаем. Ну, когда описали первое, значит, разнообразие яиц, немножко успокоились, стали заниматься скорлупой. Вот видите, вот яйцо, вы можете вспомнить куриное яйцо. Каждый раз утром вы готовите яичницу, вы берете, вы его разламываете, там белая пленочка такая подняет под скорлуповую оболочку, сверху сама минеральная пластиночка. Вот вы смотрите, вот кусочек из нее вынули, и смотрите в торец пластиночки. Кажется, что она крошечная совсем, ну, может, она одна десятая миллиметра. Бывает, если калибр взять, она будет там почти, ну, не одна сотая, побольше. Кажется, что это просто кусочек минерала, ничего там нет. На самом деле, видите, у нее очень сложная структура. Если мы будем, это мы смотрим как раз в торец. Если мы смотрим в микроскоп, в сканирующий микроскоп, то, например, вот у нас скорлупу птиц. Вот это вот все есть одна десятая миллиметра. Вот эта вот часть. И вы видите, что внизу такие красивые кристаллики вот образуются. Не видно красного, да? На вторых все. Вот потом другая структура, третья. В общем, это, на самом деле, очень сложно устроенная эта пластиночка, как сложно устроена раками моллюсков и все, что минерализуется. Это не просто минеральчик, это биокристалл. Это композиционные материалы. Это очень сложное взаимодействие органического и неорганического вещества, которое просто так и не описывается минералами. Вот. Но не все откладывают яйца с твердой скорлупой. Вот если возьмем ящерицу змей, вот видите, ящерица углубляется, маленькая, наверное, прытка. Вот здесь хорошо видно, что оболочка мягкая, пластичная. Да, это как раз та белая оболочка, которую мы, когда куриное яйцо в скорлупу разламываем, мы видим под скорлупой. То есть она состоит из белковых фибрилл. Ее не разломаешь. У ящерицы, у змейки маленькой есть особые зубчики, вот это один-два, а которыми, как ножами, она их разрезает. А уже у тех, у кого есть скорлупа, вот на этой поверхности появляется скорлупа. Ну так вот, вообще работа палеонтолога, как вы поняли уже по предыдущему докладу, наверное, она сродни в чем-то работе следователей-криминалистов. Следователю нужно иметь отпечатки пальцев. Да, отпечатков пальцев он найдет преступника. Мы тоже ищем преступников в том или ином смысле. Но вот вместо отпечатков пальцев выступает у каждого слоя. Здесь выступает строение скорлупы, потому что вы видите, оно у всех разное. И, соответственно, если мы находим не то что окаменевшее яйцо, а можно, может быть, там кусочек, крошечный, один миллиметр скорлупки, просто просеять песок, его найти, посмотреть сканирующие микроскопы, можно опознать преступника, того, кто отложил данное яйцо. Вот видите, находим такое, это гипконы. У них, хотя они ящерицы, но у них есть скорлупа. Вот, если в центре, соответственно, будут черепахи. Вот эти черепахи, другое строение скорлупы. Кракодила, другое строение скорлупы. И у динозавров. Скорлупа была разного строения. Причем, заметьте, вот там хищные динозавры легкие, типа раптор, как делаются рапторы. Ну, не знаю. Вот, у них строение скорлупы такое же, как у птиц. Это дополнительное подтверждение, что они родственники. Вот. В конце концов, стали находить уже не просто отдельные яйца, а кладки яиц. Кладка яиц это что? Это когда яйца отложены, организованы в какие-то узоры. При этом ясно, что это не водой принесло, потому что это была бы хуча. А если это такой вот веер, радиус, то это значит так, самка отложила. То есть, такие кладки яиц это гнезда, это древние гнезда. Вопрос лишь в том, как они были устроены. Ну, во всяком случае, мы можем сказать, что раз были гнезда, то было какое-то гнездовое поведение. В той или иной степени сложное. Вопрос лишь в том, что нам надо вот разобраться, какое это было гнездовое поведение. У всех разное. Вот. Одни, например, динозавры, как вот тернозавр нам показывают. Может, они гнездились отдельными парами. А многие растительные ядные динозавры могли гнездиться гнездовыми колониями, как птицы. Как вот эти волосы северные, пока это родственники бакланов, пеликанов, морские птицы, которые многие тысячи лет могут гнездиться на одних и тех же местах. Вот когда не сидит каждая мама здесь на яйцах, а видите, а гнездо в виде такого гонуса земляного, грязевого. Так, может быть, могли вот так же сидеть и разнообразные динозавры. Наконец, стали находить эмбрионы, окаменевшие эмбрионы в яйцах. Вот здесь вот есть, вот видите, вот небольшие остатки. И тут отлично можно видеть не только отдельные косточки, строение черепа, строение зубов. И это, конечно, более редкие находки, чем просто яйца. Тем более, что эмбрионам что можно сделать? Эмбрион – это ключ к тому, чтобы сопоставить строение скорлупы с какой-то группой динозавров. Ну, как там исследовали, может быть, база данных отпечатки пальцев всех преступников, да? И фотографии всех преступников на соле. Но где кто? Ему нужно все-таки их привести в порядок, что вот эта фотография и вот этот отпечаток пальцев. Так же, значит, здесь мы находим много разных яиц, разные строения скорлупы, тип А, Б, С, Д, да? И вот есть, скажем так же, 20 групп динозавров. Ну, а где кто? Вот благодаря находке эмбриона происходит привязка. Потом находят и уже не только эмбрион. А вот видите, это детеныши, погибшие в гнезде, вылупившиеся из яйца. Вопрос в том, когда вылупились. Если прошло хотя бы несколько дней, то это значит, что они сидели в гнезде. А если сидели в гнезде, то значит, их должны были кормить. То есть, значит, родители были привязаны к гнезду, а это уже птенцовый тип развития. Вот даже у птиц, вы знаете, есть выводковый тип развития и птенцовый. Совершенно разные стратегии размножения. Вы знаете, что это такое? Вы слова, может быть, не знаете. А что означает этот тип размножения, знаете. Что такое выводковый? Это когда птенец вылупляется из яйца, обсыхает в течение часа, и все, он уже открыто глаза, он покрыт пухом, у него окостеневшая задняя конечность, и он начинает бегать со своими родителями. Так у журавлей, у страусов, у всех куликов, у гусей лебедей и у куриных птиц. Соответственно, яйцо они откладывают больше, желтка там больше и так далее. То есть, он не связан никак к гнезду. Видите, даже вот этих, вот он, журавленок, он вылупился там, скажем, вот он в гнезде стоит, коробки бывают, две лежат, два журавленка обычно в гнезде. Он вылупился, и он может уже ходить со своими родителями сразу. А птенцовый тип развития, совсем другая стратегия. Когда птенцы вылупляются беспомощными, закрытыми глазами, неопушенными. Кто попугайчиков держал, помнит, они совсем голые, у них нет пуха. У них еще не окостеневшие задние конечности, хрящие. Они беспомощны. И, соответственно, они проводят в гнезде. Либо у певчих птиц, может быть, это неделю-две. А если мы возьмем хищных, птицов, козадоев, это будет месяц. А если от патросового ревестников 2-2,5 месяца, это большой срок, и родители привязаны к гнезду, они должны кормить кто насекомый, а кто должен добывать более серьезную пищу. И вот может быть то же самое было у динозавров. А это, еще раз говорю, это разные стратегии размножения. И не только размножения, это разные стратегии гибели. Если журавленки, журавлята, куличата побежали, родители дали сигнал при опасности. Они затаились, одного хищника взял, вторые выжили. А если птицовый тип развития, все, хищник нашел гнездо, и он разоряет целиком гнездо, погибли все. Но раз природа поддерживает и тот, и другой вариант, то значит, все-таки годится и то, и другое. Так вот, все это, с чего я начал, скорлупа, изучение средней скорлупы, просто описание найденных гнезд, интерпризация поведения, в конце концов, оформилось под таким красивым названием английским, оно стало брендом, как динозавровые яйца и детеныши, или гнезда яйца и детеныши, и под этим красивым названием проходят симпозиумы и конгрессы. А вот вся эта тема, более того, это воодушевило массу художников, которые свое творчество воплощают в том, что все это есть и в интернете. Вопрос лишь в том, насколько все, что есть в словах и в картинках, как я сказал, правдиво. Вот пока что мы с вами просто поднялись на горку, как человек приезжает в новое место, он поднимается на какой-то холмик, осмотреть место вокруг бегло, а теперь немножко более подробно займемся различными группами динозавров, чтобы понять, как все-таки, не вообще, а уже точно они гнездились, и что здесь правда, а что нет. И начнем вот с этих больших крупных яиц. У нас одно есть в витрине, потом вы можете пойти все это посмотреть натурно. Это вот такие вот яйца, они 20 сантиметров примерно в диаметре, а круглые шары, большие, их находили на юге Франции. Он, Прованс, замечательное место, красивое море, теплое рядом, да, можно в общем там, везде там находят эти вот ископаемые многочисленные яйца. Это еще был 1845 год, еще никакие американцы в ГОБИ не ездили, но просто французы, европейцы, они поскромнее, они из-за этого не раздули сенсацию, вообще наука была поскромнее, она не занималась только эпатированием публики. А вот, вот видите, потом их стали находить в испанских пиренеях, вот видите, как бы вот так каменная порода, и вот, ну, не видите, видно, скорлупа там остается, где крёточка Кэмон лежит. Потом их стали находить в Индии, в Южной Америке, то есть стало ясно, что это какая-то очень распространенная группа динозавров откладывала это яйца. Вообще-то, с самого начала было понятно, что это зауроподовые динозавры, гиганты зауроподы, как теплодок, брахиозавр, вот как-то показывают, вот они вот такие были, самые крупные животные, когда-либо ходившие по Земле, самые тяжелые, 15, 20, может даже 30 тонн веса, она запишет и больше, но это уже по расчетам, потому что находили кости гипсилозавров все время рядом с этими яйцами. Но, как считается палеонтология, это все предположения, версия, а нужно найти эмбрион. Вот как мы нашли эмбрионы в Южной Америке уже, внутри таких вот яиц, и это были эмбрионы зауроподовых динозавров, то стало ясно, да, что эти яйца окладывали зауроподовые динозавры. Мы в Монголии тоже находили подобные кладки, вот то, что справа внизу, да, вот эта кладка большая, вы ее можете увидеть под диплодоком. Диплодок американская форма, это не он отложил, но в Центральной Айзии жили другие немножко зауроподовые динозавры, но в принципе тоже похожее строение скорлупы. Вот. И вот такие яйца как бы в три слоя, в одной большой куче. Самое главное, как они все-таки гнездились. Ну как мы давайте будем вместе рассуждать. Для того, чтобы нам что-то вообще представлять себе, нам нужно иметь какую-то матрицу в голове, а как вообще, как вообще можно гнездиться. Когда мы говорим, что гнездование, то вначале мы представляем себе гнездование птичек. Да, вот такие замечательные гнездышки, корзиночки, которые воробьиные птицы, певчи, искусно вьют. Ну, явно это не то. Может быть, конечно, кто-то из мелких оперенных динозавров уже и строил гнезды на деревьях, такой, ну, в принципе, один процент предположить можно, тем более, это все были уже в перьях и так далее. Но трудно представить себе, как это можно доказать. Могло ли произойти такое захоронение целиком, скажем, дерево, гнездом. Давайте возьмем другую модель. Например, крокодилы. Вы знаете, крокодилы строят гнезды. И у них вообще очень сложное поведение. А крокодилов можно рассказывать с утра до вечера, делать большую лекцию, потому что они совсем такие не глупые, не неуклюжие, как кажется. У них сложнейшее поведение, у них сложное брачное поведение, у них парфюмерия. И вообще они, у них мошечок прекрасно устроен. Они очень умные. Можно даже применить им слово, как сейчас птицы применяют интеллект. У них есть элементы когнитивного поведения. Некоторые крокодилы, они вырывают такие норы в песчаных берегах рек, и там в одно рак уже кладут яйца. Это как нильский крокодил в Африке, который обитает, которого фараоны держали в пруды и непослушных рабов им запрасывали. А вот это гавиал, у которого вот это вот длинное-длинное рыло его показывают в кино. Но большинство крокодилов, а также таких особой группы, как аллигаторы и кайманы американские, они, конечно, делают гнезда инкубатора. Вот видите, какое гнезда? Это как какой-то куча, бывает до 4 метров в диаметре, метра-полтора высотой. И самка нагребает его хвостом. Хвост очень сильного крокодила. Ударом хвоста они могут сбить антилопу. Или задними лапами. На это уходит время. То есть это такая, ну скажем, компостерная куча. Большая, да, только более плотная, как почва. И потом она отрывает, разрывает сверху ямку, откладывает туда яйца. Они покрыты скорлупой, но очень тонкой. Ну правда, конечно, эти яйца, видите, еще здесь в куче лежат. Потом забрасывает его. Конечно, кладку не насиживает, но он, видите, самка аллигатора вверх. Она сидит на гнезде, она его хранит. Вообще у них все как людей. Есть самки, которые храняют, есть, которые нет. Если гнездо не охраняется, конечно, вероятность того, что все будет разворовано, очень велика. Потому что это и вараны, у которых обоняние прекрасное. Это, конечно же, если это Америка, это скунсы, еноты. В Азии это мангусты, прежде всего, и другие веровые. То есть те, кто желает полакомиться, яйцами очень много. А хранит нам. Яйца развиваются два месяца. Бывает два с половиной, до трех. Наконец вылупляются крокодилята вверху. Хотя скорлупа тонкая, но представьте, у них нет этого и своего зуба. Им трудно вылупиться. Они начинают квакать, такие звуки подают. Вот эта мама неуклюжая, она обычно разрывает эту яму и даже берет яйцо в зубы, видите, аккуратно, очень аккуратно надавливает, помогает детенышам выйти из яиц. И потом ведет их, у большинства так, ведет их в заранее выбранный, скажем, пруд, и они делают. Вот аллигаторы, они как бобры. У нас есть бобровый ландшафт, а во Флориде аллигаторы в ландшафт. Они сами делают пруды на торфяных болотах. Это долгая работа, они поддерживают определенный, так сказать, ток воды и освежение воды в этих болотах. Формируется особый ландшафт, с которым связаны многие птицы, многие звери. И потом еще месяца два-три они проводят с своими детенышами. То есть это уже очень сложное поведение. И вот это уже мы можем брать как модель для гнездования динозавров. Но пока мы не удержали эту модель в уме. А все-таки завроподовый нет, они так не гнездились, как показывает строение их с кролупой. Что еще у нас есть? Змеи. Ну, змеи, ящерицы в основном, конечно, откладывают яйца в почву, но есть королевская кобра, например, крупная, 3 метра, огромная змея, ядовитая, да? Вот, которая строит гнездо. Вы можете даже в интернете набрать, как королевская кобра строит гнездо. Это очень интересно, вот движениями своего тела, змеевидными, она кольцами подтягивает эту почву и нагребает тоже кучу, это инкубатор. Да, я не сказал, почему это инкубатор. Вот эти, это почва, листья мокрые, гнилушки, они начинают гнить и выделять тепло. Осенью, если вы кучу листьев собрали на даче, руку туда сойете, выделяется тепло, да? Она будет от 30 до 40 градусов. Ну, если больше, это уже будет не насиживание, это будет приготовление яичницы. Так вот, и она сидит на этом гнезде, мама королевская кобра охраняет. Единственное, в отличие от крокодила, ей нужно перед вылуплением змеи уйти, потому что королевская кобра питается змеями, она чистая змея, она только змеи ест. У нее инстинкт пищевой, поэтому она может, если вы видите тенышей, все-таки начать их пожирать, как крокодилы жирают маленьких, у них каннибализм, поэтому ей надо уйти. Что еще? Ну, вот еще одна модель с инклубаторами, это сорные куры знаменитые. Конечно, это чудо природы, и о них можно, я не буду о них все рассказывать, потому что это можно очень долго. Но вы, может, о них слышали. Это особая группа куруобразных птиц, то есть они не курицы, вот мы, скажем, не называем аисты цаплей, а цаплю аистом, а журавля аистом. Они все немножко разные, да? И хотя это куруобразные, но это особая группа, и живут они только в Австралии, в Новой Гвинеи, и на островах Индонезии, окружающих Новой Гвинеи. Они не насиживают яйца вот так, как обычным способом, они устраивают эти инкубаторы по-разному все, и яйца сами развиваются либо в теплом песке, либо на берегу океана, либо в вулканическом песке, либо вот как эти две известных, два известных австралийских видов, кустарная индейка и гладчатая курица, да? Вот они делают эти знаменитые свои инкубаторы. Гладчатая индейка, она делает даже сейчас на востоке Австралии, даже в парках городов. Вот, не все австралийцы, они даже называют ее браштоки индейкой, даже, наверное, некоторые из них думают, что это просто какой-то вид индейки. Но австралийцы, они что не знают? Они даже не знают, что такое индексация пенсий, да? Что с них взять? Вот, они там бегают с утра до вечера по своим берегам океана, занимаются спортом, там, виндсерфингом. Если бы их сюда, они бы разобрались быстрее. В чем различие? Вот, а вот на юге Австралии живет, вот эта вот гладчатая курица, она буквально строит бики-инкубаторы, вот такие курганы. То есть, это земляное кольцо, туда нагребается эта куча, и уже, вон там, самец вверху стоит, он подпускает, это всем занимается самец. И на этом у него уходит от полгода до года. В некоторых видах целый год он занимается только гнездом-инкубатором. Самок он туда только подпускает. И только после спаривания, конечно. Если нет, он их отгоняет. И если гнездо не готово, если температура не та, он тоже их отгоняет. Он совершенно фанатик, он просто зациклен на это яйцо. Когда из яйца вылупляется патинец, вылезает наружу, как в черепашах, через гнездо, если самец в это время случайно увидит, он просто его лапой может отбросить, сгрести, он на него никак не реагирует. Патинец для него, ну, ничего. Он весь фанатично зациклен на гнездо и на то, чтобы самка откладывала туда яйца. Когда первые европейцы, ну, из кадрышников, когда освободились в Австралии, находили эти гнезда, вот то, что внизу, они думали, что это курганы. Начинали их раскалывать. Ну, поиск, конечно, все заражены тем, чтобы найти богатство. Но местные австралийцы, конечно, говорили, что это гнезда птиц, вы чего найдете? Они находили только яйца. Но действительно, вид был такой, что они верили, что это курганы. Так вот, очень сложное поведение. Самец без конца клювом меряет влажность и температуру, потому что она должна быть в пределах буквально 5 градусов. Если чуть больше, он начинает раскрывать это гнездо. У него, их еще называют, большеноги. У них очень хорошо развита энцикулатура ног. Чтобы кислородом его снабдить, и чтобы температура понизилась. Если, наоборот, влажность меняется, и температура понижается, он набрасывает на него кучу. Каждый год он разрывает половину гнезда, а тут 4-5 тонн породы в этом гнезде. И, значит, заново обновляет эту труху, этот перегной. То есть, этот дачник еще тот. Он, так сказать, весь год серьезно занимается этим гнездом. Вот вам, в общем, модель поведения того, что могло быть. Вот и схема внизу. Да, вот видно. Субстрат. Вот этот гниющий материал, который он очень долго собирается. Он может быть 3-4 тонны вместе с почвой, веткой, листья. Туда он допускает самок. Правда, не совсем, конечно, вот так вот это выглядит с гнездом. Потому что эти яйца, они немножко в разных местах. Самка приходит, откладывает одно яйцо, всегда в вертикальном положении. А потом у нормальной курицы это каждые сутки может нести яйцо. А здесь раз в неделю. Потом она уходит. Через неделю опять приходит. Птенцы, никто вылупляется из них. Они не знают своих братьев, сестер. Никогда не видели родителей. То есть, образ у них врожденный. Они могут летать через час уже. Они очень развитые, когда вылупляются. И могут уходить в жопу. Вот мы можем держать это в уме. Но с зауработанными динозаврами это у нас все равно не проходит. Потому что строение поровой скорлупы показывает, строение пор, пронизывающего скорлупу, показывает, что у них были подземные гнезда. Такие, как и она смотрели. Только черепахи. Морские черепахи. Вот в центре картиночка. Вот вы можете посмотреть. Ну, не работает, да? Вот подземное гнездо. Там, допустим, 30-40 достали из этих округлок. Потому что начнем быть какой-то формы. Они просто сбрасываются, как шары. Теннисные шары у морской черепахи. Морской черепахи сбрасываются в водояму. Черепахи вылупились, пошли, вылезают через песок и наружу. Вот так. Видимо, не видимо, а это, можно сказать, это точно по 3-4 критериям также размножались и эти самые загородные динозавры. Вон там мамы пасутся, да, они идут вдоль этого гравийно-песчаного пляжа по берегам водоемов и вырывают эти огромные ямы. Потом под диплодоком посмотрят, как вылезет это гнездо. Откладывают туда 30-40 яиц и все больше они не заботятся о потомстве. Но у них и те же проблемы, что у черепах. Какие проблемы? Вспоминаем морские черепахи. Замечательно. Их 8-10 видов по разному классификации. Вот они живут в океане, питаются, как морские коровы, когда-то водорослями. Это тоже редкий случай. Не так многие животные могут поедать клетчатку, переваривать ее. Можно по пальцам пересчитать, тем более из водных. У них потрясающая навигация, что раз в год бывает реже. Они плывут за боль. Многие сотни километров и находят конкретные точки. Эти пляжи, известные картой во всем мире, они их находят. Как? С такой точностью. Это же буквально точки. Как неясно до сих пор, как работает магнитный комплекс у птиц. Магнитный компас, скажем, когда там малый веретенник с Аляски летит в Новую Зеландию и попадает точно в нее. Хотя в клонении на полградуса на уровне Аляски уже он промажет, а он без сил. Он попадает точно туда. Так и черепаха находит эти места. Вот там кожистая черепаха огромная, она самая большая, она вылезает, вот вырывает эту яму, откладывает яйца. Детеныши вылупились, а дальше начинается дорога смерти. Им надо добежать до воды. Если гнездо делается рядом с водой, как у некоторых видов, шансы большие. Но тогда небольшие шансы, что любой шторм гнездо зальет, оно погибнет. А те, кто делает гнезда подальше, у них больше шансов, что гнезда выживут в штормах. Но зато 100-200 метров это все. Потому что тут чайники, вараны и другие ящерицы. Собирается очень много хищников и даже крабики. Вон там видите крабик внизу. Крабики тоже у них свои. И часы, ритм, они знают, когда это происходит и поджидают черепаша. Та же проблема была у этих деблодочков. Ну что же, они, у нее это мама 30 тонн, а деденыш был вот 30. Он 30 сантиметров в этом яйце. Пока он маленький, он бежит, его птерозавры были. Место чарик. И в общем было много хищников, которые могли бы его съесть. Ну теперь давайте немножко о крупных яйцах, коль мы заговорили о зауроподах. Какие вообще мы знаем? Какие яйца самые большие? Кто откладывает самые большие яйца? Нинозавры или птицы? Вот еще несколько лет назад среди динозавров считалось, что самое большое яйцо это вот это вот, вот о которых я раскалывал. Вот эти огромные яйца из Прованса, с юга Франции, которые откладывали гипсилозавры. Ну скажем, 20 сантиметров в диаметре, где-то 2-3 литра в объеме. Но потом нашли, сначала в Корее, из Китая, вот эти вот огромные, удлиненные яйца. Такие неудлиненные яйца, мы их находили очень много. и в Гове, и в Монголии. А тут нашли огромные, видите, какое гнездо? Вон там вот, не видно на картинке, там где люди стоят, у гнезда. Там до 3 метров в диаметре. И они расположены вот так вот, по кругу, парами. А вверху, тот, кому приписывают это гнездо. Это овераптор, огромный, гигантораптор, который был размером с тираннозавром. Да, вероятно, то, что эмбрион, вот внизу видно, косточки эмбриона, выреждают. Ну, это где-то яйца, но все-таки тоже такие, не огромные, до 50 сантиметров, до полметра. Длину, а поскольку они удлиненные, пересчитаем на объем, тоже будет где-то, может быть, ну, 2-3 литра. Это пока максимум предел. Может быть, и тираннозавр откладывал в яйца вот такой же величины или поменьше. А птицы откладывают больше. Вот это то, что человек держит в руках яйцо, это где-то 7-8 литров, а самые большие до 10 литров. Такие яйца откладывали птицы и пиорусы, которые жили на острове Мадагаскар. Но они слева внизу, видите, вот маленькое яйцо, маленькое, это на самом деле яйцо африканского страна. У нас в витрине тоже все это есть, можно посмотреть. Да, ну, вот такое яйцо африканского страна. Вот оно тоже будет где-то 2 литра. А вот то, ну, это уже будет и пиорусы. А в Новой Зеландии жили птицы Моа. Вон там, справа картиночка их. Это как и пиорусы и Моа, они были больше страусов в полтора-два раза, до трех метров в высоту. Моа тоже откладывали огромные, огромные яйца. Вот это будут у нас рекордсмены по величине яиц. Но это абсолютная величина яиц. А если сравнить с затратами самки, сравнить с весом самки, то рекордсменом будет киви. Та самая чудесная киви, их три вида, да, вот они вот такие которые живут в Новой Зеландии. Тоже нелетающие птицы, как многие считают, родственники Моа, что они произошли от Моа. Те же тоже в Новой Зеландии жили. Вот такое у них перо лосадильное. Самка откладывает одно яйцо. Вот вы видите вверху сколько у нее занимает это яйцо. Это совершенно несчастное создание такое яйцо носить, его откладывать. Одно яйцо откладывает, самец его насиживает в норе. Ну, надежно, надежно из него вылупляется потомство. Ну, вот. Если вы с вами представите себе, чтобы... Да, это яйцо весит одну третью, одна треть веса самки. Если бы такое было у тернозавра, тернозавр весит сколько у нас? Шесть тонн, скажем, крупный и взрослый, значит, яйцо бы весило две тонны. Если бы он откладывал яйцо, как и пиорнис, в двадцать раз меньше веса, то это весило бы яйцо двести килограмм. Это было бы приличное яйцо. Наверное, как вот внизу на рисунке, то, что из сказок «Тысяча одна ночь арабских», да, когда арабы находили кости пиорницев на Мадагаскаре, ездили вокруг Африки, искали путь в Индию, то они придумали вот легенды о птице Ру. Если кто смотрел «Седьмое путешествие Симбата-Марихотта», да, его можно скачать с интернета, где циклопы и Симбатцами борются. Там есть момент, когда эта птица Ру несет Симбата в гнездо, и вот такое вот яйцо там лежит огромное. Ну, вы видите, оно, конечно, было бы поменьше. Но если бы мы предположили, что керанозавры такие огромные яйца откладывают, то было бы примерно вот то же самое. Но на самом деле откладывают гораздо меньше. Если меньше 50 сантиметров, это будет там одна многотычная от веса самки. Но он откладывает их много. Ну вот, это мы сделали отступление в плане того, какие были самые большие яйца. Давайте дальше посмотрим. Зауроподами мы разобрались, у них было подземное гнездование. А как откладывали яйца стегозавры и панцирные нинозавры, мы не знаем. Ни одной кладки неизвестно от них. Но теперь хорошо знаем, как откладывали, какие гнезда делали утконосые нинозавры или гадрозавры. Вот зауралов у нас там стоит в зале тиранозавр-то хищный, а зауралов ячер с трубкой до потолка огромный. Это гадрозавр. Это очень успешная группа, которые составляли в меловое время основную часть таких вот биот, вот как сейчас копытные, да, как антилопы, лопы, оленя из растительноядных. И поэтому их находят везде, на всех материках. И также везде находили вот эти вот разнообразные округлые овальные яйца с определенной структурой скорлупы. А внизу гнездо африканского страуса. Вот сравните просто, да. Здесь яйца в один слой, бывает вот так по кругу даже, более сложно, чем у страуса. Бывает как на нем, и причем захоронение. Вот смотрите, как происходит. Если детеныш вылупился, или, скажем, ну просто скорлупки побились, то яйцо заполняется песком, пищальником, а иногда кристалл растет внутри. А бывает, вот как на левом снимке внизу, даже уже скорлупки потрескались, но они остаются контуры яиц, и видно, что это было гнездо. Вот все знали и находили эти яйца и в Монголии, и в Китае, вообще их просто в городах находят. Канал какой-нибудь ровят, там надо трубу починить, и находят эти кланки. Их там сотни, кидают вообще дорого, конечно, всего. В Америке их находили, но не знали, кто откладывает. Ну, может быть, догадывались, предполагали, что вот Канал, садинозавр. Пока, наконец, в 1979 году не были найдены детеныши. Вот штат Монтана, там у нас вверху, на Северной Америке, ландшафт очень похож на Казахстан. Да, все перекликается. Буквально, кто был в Казахстане, может представиться, как выглядят эти места в Монтане. Боба Макеллы с легванами, вместо палаток легваны. Американцы, они, ну, тоже странные люди. У них люди проводят отпуск иногда не на Канарах, не на Таиланде, а едут в лагерь палеонтологов помогать им раскапывать динозавров. Да, вот целый месяц там отбойный молотком и этими совочками, щёточками. Там большая компания собирается. И вот им сказал кто-то, что есть что-то подобное, какие-то скорлупки нашёл. Они стали раскапывать горку, которую назвали горкой яиц, и нашли вверху, вот видите, гнездом много детёнышей. Скорлупы яиц не было, были скелеты детёнышей в гнезде, а рядом скелет мамы. Такой же, абсолютно. И оказалось, что это гатрозавр, вот коносый динозавр, назвали её, эту маму, майозавр, мать ящеров. И потом нашли ещё десятки гнёзд в этой горке, то есть эти гатрозавры гнездились там много-много времени. Нашли уже и скорлупки, и по скорлупкам стало ясно, что все вот эти вот яйца, которые есть из Китая, из Монголии, всё это откладывали гатрозаврами. Вот Джек Хорнин, Джек Хорнин, палеонтовок, который это первый описывал, он такой журналист, в складном он написал книги, журналы, и вот видите, вот то, что он говорил, это фантазии художников. Это всё этим набит интернет. Вот, ну понятно, вот фотография слева, мы с вами проходили уже, это инкубатор сорной курицы, которая гнездится на юге Ассраиля, гладчатой курицы. Ну вот так же они рисуют эти гнёзда гадрозаврами. То, что они жили стадами, это были колонии гнездовые, это, в общем, ну, почти, можно сказать, стопроцентно так. А вот то, что, да, то, что был растительный материал в этом случае, видите, там, растительный материал показан, это уже проблематично. Нет таких фактов. То, что они оставались у гнезда, и даже, как на других рисунках их моря, они с травкой приносят травку в гнездо детёнышам, это тоже проблематично. Вообще-то это у птиц, те, кто птенцов, птенцы остаются в гнёздах, им приносят на стеколах, им приносят, в основном, или хищники, плоть, растительноядные формы, почти все выводковые. Исключение есть, да, листы, скажем, воробьи могут, семинары в окаре и тенцов, но это всё-таки исключение. Так что вот имейте в виду, то, что гнездо было, и что это могло быть что-то типа вот инкубатора, сорной курицы, скажем, или крокодила, это так. А вот то, что там растительность и то, что детёныши росли в гнезде, это, скажем так, пока фантазия. Вот. Но давайте теперь перейдём к самым интересным частью истории. Это почти детективная история. Как я говорил, работа палеонтолога, сейчас как следовали криминалисты. Это вот эти самые удлинённые яйца. Вот вы уже видели огромные, в том числе огромные яйца, которые откладывал гиганта раптора. Было неясно, их тоже находили очень много, но и они не похожи на птичьи яйца совершенно, и на те, которые откладывают черепахи на круглые. Вот. Ну, так вот, было ясно, что исключаем зауробот, гатрозавры, кто он остаётся, хищные динозавры, но всё-таки. Так вот, какова история. Ещё в 1922-1923 году американцы поехали в пустыню Гоби. Это знаменитая экспедиция, музея естественной истории в Нью-Йорке. Знаменитый вот этот «Сидит там в шляпе» это палеонтолог Рой Эндрюс. Он зоолог, он зоолог был, Рой Эндрюс это харизматическая личность. Как говорят, с него режиссёры списали образ Индиана Джонса. Ну, есть такая версия, есть, конечно, и другие версии. Он всегда, конечно, в сапожках, всегда подтянут на всех фотографиях. То есть, он всегда следил за своей внешностью, если его фотографировать, то это должно быть всегда артистичное на уровне. Вот видите, ленд-рогеры были с ними, они взяли, хотя это 22-23 год. Николай, когда Антон Иванович Ефремов в 46-49 год это ещё дикая Монголия, а 22-23, ну, можно представить, это совершенно дикая страна, да, они там на энд-рогерах, правда, идут караваны верблюдов, которые несли то, что они добыли груз. Вот, искали они, конечно, Как Эндрюс пробил деньги? Деньги. Он уговорил известного палеонтолога Осборна, который был директором в Нью-Йорке музея, что, а тот очень хотел, как многие, чтобы люди произошли не из Африки, а из Африи, хотя бы. Вот. И Эндрюс сыграл на этом. Он на одном из банкетов встреч сказал, что, я тоже вообще так думаю, но надо доказать. И Осборн помог ему поднять эти деньги, и вот они поехали, значит, ехали они через Китай, но 22-й год, это еще Китай контролировал, вот там через море, через Пекин, внутреннюю Монголию, и с юга они проникли в Гоби, дошли до знаменитого местечка Шаваракусу, или Бэнзак, по-другому называется, и там они нашли вот этих примитивных рогатых динозавров, мы их увидим, вот, и нашли первую, потому что то, что нашли во Франции, все уже забыли давно, французы были шлейском скромные, не умели всему миру рассказывать, раздувать из мухи слона, не умеют так делать, как американцы умеют, и поэтому они нашли гнездо, а заметьте вот эти красивые обрывы, они назвали их Фламенклис, пылающей скалой, на самом деле, потому что ваши глаза вдохнули, почти любое динозавровое местонахождение в Монголии, это пылающая скала, вот там наш лагерь в Херменсане, и вот их полно таких красных песчаник, когда солнце садится на уровне горизонта, да, и уже, и лучи идут параллельно, то песчаник вспыхивает, как в фильме «Золото Маккена», и 15-20 минут, это идет чудо полное, особенно, когда грозовое небо, оно редко бывает, но бывает, тогда это просто картина завораживающая, вот, так что, в общем, вот эти самые пылающие скалы они видели и тогда, в 22-м году, мы их видели без конца, и можно их видеть и сейчас, и вот они нашли эти самые черепа протоцератопсов, они их так и назвали, процератопсы Эндрюса, в честь руководителя Эндрюса, он там опять сидит, да, и нашли рядом вот эти уклиненные яйца в виде гнезда, нашел их такой техник, он пришел, сэр и джентльмен сидели в палатке за обедом, кушали, он говорит, я нашел гнездо, ну, они, поскольку сэр и джентльмен, они, конечно, сразу не побежали, они чинно доели, потом говорят, ну, пошли, показывай, вот, он их привел к этим самым уплененным яйцам, и вот тогда палеонтолог Грейнджер, который был участник экспедиции, он сказал свою знаменитую фразу, которая есть во всех книгах, я думаю, что они эти фразы заранее заготовляли, так они у них чекались, что еще никто никогда не находил гнозавровые яйца, да, но эти же рептилии все-таки, вероятно, откладывали яйца, это должны быть яйца динозавров, больше быть нечем. Ну, я вам уже сказал, что во Франции за сто лет до этого нашли вот эти огромные круглые яйца, но об этом забыли, а вот об этой находке американцы раскрубили, конечно, во всем миру, и везде в интернете, везде идет, что первая находка яйца 22-23 год в Монголии. Поскольку вокруг были процеротопсы, они в Монголии идут везде, находят во многих местонахождениях, и жили они явно стадами, то американцы, естественно, предположили, что вот они и откладывали эти самые удлиненные яйца, и вот эта экспозиция «Два процеротопса» в Нью-Йорке, она стоит еще с тех пор, и они правильно сделали ее, потому что просто скелеты, часто это мертвая палеонтология, когда скелет динозавра а рядом гнездо, с деденышем, это уже живая палеонтология, это по-другому воспринимается, да, и многие, конечно, потом, это понимая, это обыгрывали, но, вы видите там маленький череп справа, это череп авираптора, хищного динозавра небольшого, они нашли его в гнезде, ну, естественно, уже тогда они написали, что авираптор, они его назвали, то есть хищник, поедающий яйца, что он пришел пожирать вот яйца в гнезде процеротопсов, они назвали авираптор, филоцераптор, хищник, пожирающий яйца, любящий процеротопсов, да, потом прошло время, американцы уже в ГОБИ не очень пускали, да, Монголия изменилась, наши экспедиции были советско-монгольские, российско-монгольские до 90-х годов, потом, когда началась перестройка в Монголии, уже новые американцы, молодые, чистолюбивые, из музея естественной истории, опять же, пробили огромный грант в американском географическом обществе, приехали в Монголию, и им опять повезло. В одном местечке, известном, через который все всегда проезжали, у них сломалась машина, она не взрачная, там даже обрывок нет, делать нечего, не стали копать, и нашли скелет мамы на гнезде, скелет мамы динозавра Вики, у нее передние конечности, как крылья, поверх яиц, лапки сложены, она сидит на гнезде, вот, оказалось, что это мама Авераптер, вот их сейчас рисуют, с перышками всех, потому что это такая птицеподобная группа динозавров, вот, во-первых, нашли также в одном из яиц остатки эмбариона, он тоже оказался Авераптер, значит она не пожирать яйца пришла, а это мама, которая отложила эти яйца, вот, а яйца оказались те самые, вот, которые когда-то нашла экспедиция Эндрюса, то есть это удлиненные, со скульптурой, на поверхности скорлупы, и сособы, вот внизу видно, это птичье строение скорлупы, двуслойные, да, это птичье строение скорлупы, вот, ну конечно, это сенсация, действительно сенсация, и они на этом очень здорово сыграли, но поскольку им нужна была, понимаете, они взяли большие деньги от нынешних географик, им нужно было все это раздуть, то в результате все правильно описав с тем гнездом, потом пошла сплошная фантазия, что все удлиненные яйца, которые найдены в Монголии и Гоби, откладывали эти самые Авераптовые динозавры, если вы найдете в интернет, у вас даже научные статьи, американские будут идти, что Авераптеры, Авераптеры, крупные, все Авераптеры, в общем, грубо говоря, кроме Авераптеров, ничего по-видимому в Центральной Азии не было, одни Авераптеры гнездились по всей Монголии, по всему Китаю, и вот, хотя тут же, в пять раз больше находят скелетов процеротопцев, богоцеротопцев, это все примитивно, рогатые динозавры, рядом, у них есть, они жили колониями, где спрашиваются их гнезды, где яйца, американцы это в данном случае, не волнуют, в стране скорлупы, они не разбираются, те, кто это описывал, те ребята, им нужно было создать, ну, надо отдать должное, они это умеют, сенсацию они создали, вот теперь видите, масса картинок, они не совсем верны, вот видите, как там яйца лежат, она сидит, мы к этому вернемся, не насиживала она яйца, то, что выкармливала, другой вопрос, и так далее, ну, это вам просто показать, чем набит интернет, и что к этому относиться, надо критично, нужно понимать, что художник, он художник, у него воображение работает, и он рисует только то, что, в общем, он узнал, а узнал он либо правду, либо неправду, вот, мы тоже ездили в Монголии, очень много, почти на сколько, 70-е, 50-е, 90-е годы, вот они, местонахождение, знаменитый монгольский, это Немект, вот этот термозавр, тробозавр у нас стоят, и вы увидите, и зауралов, это Антон, Антон А. Чехремов вывез, это рядом, вот с этими обрывами, знаменитыми, там, алтанула, вот они в этих, вот все эти скелеты, то, что там стоит, большие, они лежат в этих обрывах, в их стенах, и, оказалось, что действительно, среди удлиненных яиц, есть те, которые, вот видите, которые лежат плоско, в два слоя, радиусами, а есть, которые стоят вертикально в породе, и они отличаются не только немножко внешней скульптурой, если бы они присмотрелись, вот эти ребята, из музея в Нью-Йорке, но они бы, я даже думаю, что просто нельзя было не увидеть эти различия, значит, надо очень хотелось их не увидеть, вот, и они отличаются, самое главное, по структуре скорлупы, то, что вверху, это вот яйца, на которых сидит Цитипати, название этого вераптора Цитипати, это ее имя, почему Цитипати, не знаю, Цитипати, Читипати, это вообще название двух божеств в ламаизме, в тибетском буддизме, которые выходили в астрал на кладбище, однажды не смогли вернуться, хищники съели их тела, но они были мужчины и женщины, потом они стали покровителями вот в того направления, в буддизме, который занимается выходом в астрал на кладбище. Почему? Ну, может быть, потому что у них такая была ассоциация, название Цитипати. Вот это Цитипати, вверху, а внизу, вот как раз все такие яйца, которые стоят вертикально, они не плоско, радиусами, они все время их находят рядом со скелетами протцератопсов, как раз и похожих динозавров, и в слоях того же возраста, и только в них, и не в каких других. А те, что вверху, с птичьей структурой скорлупы, их находят много, везде, в разных меловых местонахождениях и в разных слоях. И вот какая интересная штука получается. То есть, получается на самом деле, что, вот работа, опять я вам говорил, работа палеонтолога, часто как работа следователя криминалиста, или вот идет вроде как фильм, да, сначала было подозрение преступник, потом оказалось не он, вроде все ясно, разобрались. И не разобрались. Оказывается, в конце фильма будет еще новая. Фабула фильма так развивается, что будет новая версия, и что-то вам, вы скажете, да, вот этого мы не ожидали. Все-таки, эти, были две разные группы динозавров. Одни откладывали яйца с птичьим строением скорлупы, вот то, что слева, все, да, и вон там цитипатия сидит на гнезде, но нарисовано тоже не совсем правильно, не насиживала она их все-таки. А справа, это будут тоже удлиненные яйца, но с не птичьей структурой скорлупы, и их откладывали, по-видимому, процератопсовые динозавры. Видите, справа в углу образец. Это детеныши процератопсов, скелеты, их погибшие. Образец, он хранится в Монголии. То есть, совершенно очевидно, гнезда, они строгали, это детеныши в гнезде. Но эмбрионы не найдены. Эмбрион, вот, ни один еще не найден. Так что, точки над «ы» не поставлены. Но посмотрите, нас все время с вами интересует, такой палеонтолог, Карл Собак, мой коллега из Варшавы, из Польши, он ушел в Молотых, из жизни, к сожалению. Вот он был художником прекрасным, он рисовал, вот его картинка к нашей статье. Вот видите, как получается. Там, это он, собственно, вот уже как следовательно расследовал все. Там, где яйца стоят вертикально, уже в захоронении, и у нас такие кладки есть, все это у нас есть, в музее вы можете увидеть. По-видимому, они откладывались в рыхлый песок. Песок или такой гравий, потому что потом, да, и у них очень часто, вот там вот, вот смотрите, верхние части у них разрушены. Потому что, если они так стояли вертикально в бороде, то птенцы выходили, эти трансератопсики отсюда, и уходили в гнезда. Или даже если они не было, произошло захоронение всего гнезда, но поскольку в песке яйца останутся в этом положении, ничего с ними не будет. Внутри будет песок или что-то еще, а в коробке будут держаться песком. Может быть, сверху прикрывалось растительным материалом, как у сорных кур, например, дали песком. Может быть, нет. Это вопрос. Другое дело, что вот видите, стрелочка здесь вверху. Все препараторы, когда им присылают такие гнезда, почему-то им очень хочется их перевернуть и показать, отпрепарировать не вот ту часть, где уже вылупились яйца, а показать нижнюю часть яиц. И поэтому во многих музеях все эти кладки перевернуты. У нас тоже так и есть. Вот. Вот так они стоят. Как вот здесь пока. Видите, там вот так вверх. На самом деле, это надо перевернуть. Вот так, правильно, как вверху. Вот так вот влияет на порог. Просто препарируют все время снизу. Так вот, это одна модель издавания. А что здесь? Вот яйца лежат плоско, в два слоя, цитипатый на них сидит. Но иногда их находят вот вверху, посмотрите, в субвертикальном стоянии. И вот Карам Сават правильно догадался, что, возможно, это было гнездо как раз как у сорных кур. То есть, это был растительный материал, та самая композная куча, в которую самка откладывала яйца, вертикально. Причем, в этом случае они склеены попарно. Об этом часто не замечают, что они, в отличие от того, что справа, слева, смотри, они попарно. Это вообще, на самом деле, удивительно. Это животные жили 100 миллионов лет назад, ну это, скажем, 80, да? И мы можем восстанавливать их психологию, их физиологию. У них параллельно работали два яйцевода одновременно. Ни у кого современных животных этого нет. У птиц вообще остается один, у рептилий два, но всегда функционирует только один. А здесь два одновременно. Такого нету в современных рептилий и птиц. И этот мягкий субстрат, это органика, органика, почва, ветки, все, он, естественно, разлагался за несколько лет. И этот вот, эти яйца, отложенные самкой в два круга, они потихонечку под собственным весом, они каменели, заполнялись породой, и они распадались в веер, и принимали вот такое вот положение. Потому что совершенно непонятно, что цитипати сидеть на этих яйцах два слоя. Если верхний слой она будет греть, если она их сидит, а нижний слой она вообще не греет. Вот если мы посмотрим ту же самую картинку, ну теперь вспомним то, что я вам рассказывал о моделях гнездовая, да? Слева будет понятно. Вот он, инкубатор сорных кур. Я вам о нем много рассказывал, а рассказывать о нем можно целый день, потому что это удивительные птицы. Вон она, эта куча, бывают они с грунтом. Самка вот она вырыла там яму и откладываете яйцо, и цитипати у нас сидит внизу. А справа, если яйца были в песке, вот об этом мы еще не говорили. Такое тоже есть у сорных кур. Это особо их виды, особо грунецких видов, они живут как раз на островах. От Никобанских островов, на мелких островах Индонезии и там Микронезии, вот. Они не делают нервные кубаторы. А самка из тропического леса, где они всегда обитают, она путешествует за 20-30 километров на берег океана. Они собираются там часто в одних и тех же местах. Местные туземцы знают эти места, охраняют их и собирают яйца. И откладывают яйца в горячий песок. Но они меряют опять же клюм, вот все это видно они у этой самки. Самцы в данном случае, если, помните, я вам рассказывал, что самец, он весь год занимается у сорной курицы гнездом. Здесь они, по-моему, вообще ничего не делают. Вот. В данном случае, то же самки приходят, вырывают в песке яму, откладывают яйца, обязательно вертикально. Вот они вот здесь не показаны, они в вертикальном положении, выбирают те места, где нужны температуры. Они все время измеряют температуру. И иногда многие, один раз в неделю, потом обратно, через неделю опять 23 км в путешествие полезно, опять в то же самое место, опять отложили яйцо, и так она может два, в честь двух месяцев, накладывать 7. Вот это уже близко, близко к тому, только процератопсы, в данном случае, наверное, накладывали всю кладку одновременно. Ну вот видите, то, что внизу опять фантазия, а цитипатия сидит на гнезде, это не то гнездо, не ее. Ее можно пересадить в гнездо слева, где у нас стоит там проза уралов, что ли. А там, где сидит цитипатия, ну правильнее было бы посадить все-таки процератопсы. И вообще та картина, вон там справа, процератопсики у нее, старая картина, она по-другому правильная. Так как американцы, скорее всего, поспешили поменять свою экспозицию, другое дело, что ту самую, которая еще со времен Эндресса в Нью-Йорке сделана, то, что я вам рассказывал, ну надо точно посмотреть, какое было, какие там яйца они положили, потому что они могли найти рядом гнездо эвелоцираптора и процератопса. А почему эти рапторы, вот эвирапторы, почему они гнездились, частые гнезда рядом с колонией процератопсов, ну так как хищники многие делают, сапсанта гнездится, рядом с колониями чая, например, или куликов, потому что ему нужно обильное питание, и в тундрик речь так делает, очень часто хищник какой-то делает, потому что, вы же понимаете, вся жизнь это бюджет времени и энергии. Если ты немножко не оптимизировал бюджет времени и энергии, ты не выжил, ты погиб, то это самая главная адаптация, поэтому здесь не так просто летать за пищей 20 километров или летать 3 километра, если ты можешь летать 3, ты будешь летать 3, тебе только надо правильно вести себя. Ну и я заканчиваю, вот верещен, свернемся к гнезду садипатии, вот все ее рисуют, что она осиживает яйца, а если она осиживает, значит они теплокровные, это уже серьезно, мы делаем вывод, что эти динозавры, у них была постоянная температура тела, как птицы, а чего иначе насиживать. Но посмотри, страусиха на гнезде, ну насиживает самец страуса днем, а ночью он доверяет своей главной жене Альфа-самке. Вообще-то в гнездо страусу откладывается в несколько сторонах яйца, но доверяет, насиживает он только одной, самец. Вы видите, все-таки яйца лежат кучей, потому что если сидеть на ней, ну что же толку если они по кругу вокруг тебя лежат. Тем более, ты же не пером насиживаешь, пером термоизолятор. Вы, наверное, слышали, что у птиц есть наседное пятно, они себе перья, если дунуть на брюхо, там просто голая кожа, огромная площадь, потому что нужно, чтобы тепло шло от тела, от яйца. А тут-то яйца лежат радиусом, а помните это гнездо гиганта раптора, да, 4-3 метра даже в диаметре, там какая-то рап помещается, а если он весел, как тираннозавр, ну он не мог просто сидеть на этих яйцах, и она на них не сидит. А то, что крылья в ширину, так и страусы делают. Дело в том, что Сахара, Африка, это жара, там собственно насиживать это надо только ночью, а днем-то надо охранять кладку от солнца. Потому что, если вы помните, в пустынях, кто был где-нибудь, да что в пустыне, в Крыму, песок, может быть, раскаленный, наступить нельзя. Это уже не инкубация, это яичницу выделили. То есть надо здесь защищать кладку от солнца. Так делают многие, некоторые кулики, есть бегунки, они стоят на гнездо буквально весь день, в жару, и растопыли в крылья. Были у нее перья, возможно у нее были и теперь она крылья летать она не могла. То есть скорее всего, конечно, она просто, они сами же, американцы вот сами же, кто все пишут статьи, они пишут, что условия были очень жаркие, что днем была страшная жара, как в пустынях, неважно, водоемы, не водоемы. То есть это как раз они все пишут. Это просто она тень создавала. Тень создавала. Никаких данных, что она их насиживала, нет. Вот это тоже будем помнить, что к рисункам надо относиться критически. Но и все-таки последнее, ахичных динозавров. Гнезды они делают, да, и возможно и тираннозавры, вот так как на картинке у нас в музее есть, замечательная. И возможно, действительно, эти яйца стояли вертикально, в мягком, растительном материале, и даже они, может быть, они не экспонировались, а может быть, прикрыты, но может быть, экспонировались. Вот только что, недавно вышла статья, что скорлупия, вот этого гиганта раптора, огромное гнездо, ребята нашли все-таки, ну, ребята, кто изучает вопрос, молекулярщики, молекулярным исследованием нашли пигмент. Бывает там бельвердин, бывает бербурфирин, пигмент, которым, вот видите, справа яйца птицы, обычно они все окрашены, это защитное. Куропатка, дети, или так, мухари вкладывают, то, что всякая наседка покидает гнездо, и на это время нужно, если они окрашены, пельнистые, то хищник так просто не заметит. Утки, например, у них яйца белые, без пигментации, утки, гуси, они когда покидают, они прикрывают это пухом, гнездо высланно пухом, который мама выдирает у себя с брюха, ну, гагачий пух, скажем, да, закрывает. Ну, и те, кто гнездится в дублах, в норах, в зимородке, скажем, дятла, у них тоже всегда не откладывают белые яйца, без пигмента. А кто пигментированный, это признак того, что значит, и это гнездо можно было заметить. Значит, если пигмент был, вот они стали даже раскрашивать эти яйца гигантораптора в гнезде, как окрашенный зеленый и синий цвет яйца казуаров и эмма. Ну, это они сами пишут, это они точно не уверены. То тогда остается предположить, что они могли быть и действительно выступать на поверхность. Ну, возможно, для аэрации это нужно было. И последнее, вот они рисуют цитипати, что она приносила детенышам гнездо. Это может быть правда. Но их гнездо об этом ничуть не говорит. Никаких данных нет. Это, кажется, они пофантазировали. Ну, как бывает, попали в точку. Есть другой факт. Мы, однажды, наш отряд нашел такое древнее гнездо динозавра в Монголии, в обе, где было небольшое хищное динозавр по скорлупе, где было зеленое пятно, которое могло образоваться из разложения органики. И там все скорлупки были мелкие-мелкие-мелкие побитые. Это бывает в гнездах хищных птиц, например, если из года в год используется гнездо, птенцы топчут эту скорлупу, родителям не выносят ее. Потом, в следующий год, новый материал добавляется, он еще давит. И вот эти вот, если порыться в гнезде, эти скорлупки предыдущих лет, они измельчены, да нельзя. Вот они так были измельчены. А среди них косточки маленькие. Но мы думали, что это косточки эмбриона, доксичного динозавра. Нет. И оказалось, что они разные. Это косточки маленьких детенышей пситоказавров, растительных динозавров, и ящиц, например. То есть, это не детеныши гнезда. И они не попали туда случайно. Это не вода их принесла. Это видно по сохранности. Но что слоется предположить? Что родители их приносили в гнездо. И тогда, как всегда, это вот не 100%, но все-таки это почти попадание в десяток. Что тогда все-таки значит, что хищных динозавров мог быть птенцов идти в развитии. И что, возможно, детеныши оставались в гнезде, и они их какое-то время выкармливали. Но вот что насиживали, такого сказать нельзя. Все. Вот здесь просто я для вас суммирую. Видите, разные способы организования разных динозавров. Если у вас есть вопросы, то можно их задать. Если есть время. Время, говорят, есть. так, есть ли у вас вопросы? Или вы стесняетесь? Давай. Можно? А когда завоработают рыли, как завоработают? Как конкретно завоработают вырывали туннель, который откладывали? Ну, это не туннель. У них, в отличие от собственно черепах, это морская, она тоже вырывает довольно плоскую яму, как корыта. Просто потом она углубляется. Не у всех она конца. Они вот как кладка под диплодоком лежит, они вырывали большую площадку. И там яйца все-таки не в 3-4 слоя, а в 2-3 слоя. Ну, чем? Я думаю, они лапами вырывали, а не хвостом. Как такое огромное существо, как зауропод, умудрялось делать такие точные, так точно раскладывать яйца, вея? Нет, это точно никак не у зауропода. У зауропода это не вея. Вея им это хищные динозавры в рот сиротопсы. А зауроподы это же куча яиц просто. Ну, вот я говорю, проще, чем потом пойти в зал динозавра и под диплодоком посмотреть. Там эта кладка она лежит. Это видно, что она как черепашья кладка, только не конусовидная ее форма, а ну, так они по площадке размазаны. Вот, вот видите, вот вот так оно выглядело от гениска. Вот эти огромные рябьи, но они 10-15-3 вея. Вот из площадки она может быть 3 метра, 3 метра и в ширину полтора метра. Вот, ну, конечно, она маленькая, но попадала, старалась. Ну, что, еще есть вопросы? Давайте. Скажите, пожалуйста, а то, что маму изнадав маму изнадав на странице это не да, 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 цитепатия которая, да. А не могла погибнуть в момент откладывания? В момент откладывания есть? потому что она не сидела и не отрекала, но предположить можно. Я же вам говорю, работа палеонтолога как следователя. То есть вы получаете частички истины и вы строите там 10 версий. И вся ваша работа первая это вообще не только палеонтолога это метод исключения постараться отбросить лишние версии чтобы осталось хотя бы 3 из 5 из 6 и даже если станет соодна пускай нет точных данных но больше ничего нет так и здесь но помните яйца же у нее исправили а то слева то есть в общем гнездо закончено да то есть значит получается ну что она погибла если она откладывала яйца она погибла откладывая последнее яйцо все-таки 2-3 яйца потом вы видите как она сидит все-таки у нее очень симметрично и эти лапы передней конечности они действительно вот если бы они как-то были ну по-другому ну она выглядит действительно как наседка в том смысле что что-то устроившееся на гнезде уже занявшее свою так сказать позицию как вопрос что она вот так птицу может и не насиживать и очень интересно кстати у птиц этого нету у современных что вот эти яйца идут по кругу радиусом а в середине пустое место где она как бы могла сидеть а вот гиганда раптор да если 3-4 метра у него тоже ну вес с тернозавром может быть и тернозавр так вот хотя тернозавр все-таки это не совсем птичья линия он там не знаю с пирожками сейчас все могут рисовать но это все-таки немножко немножко другое чем авиарант вот так что вот так вот то есть мы взвешиваем вероятности да что более вероятно вот все выглядит так что она все-таки уже на гнезде с отложенными яйцами не то что в процессе их откладывали ну что все ясно мне завали спасибо вам за внимание за вопросы спасибо спасибо спасибо